Вор в законе Маис Карапетян. Маис Карапетян родился в Кировакане в 1969 году. Все его детство прошло в городском районе Химзавод. Там же он впервые попытался совершить кражу, причем у него вышло крайне неудачно. Продавцы магазина сумели схватить в дверях подростка с украденным товаром и передать в руки милиции. По юности Маиса поставили только на учет в детской комнате, как неблагополучного подростка. Сегодня Кировакан сменил название Новонадзор, но в полном воровском имени Маиса он остался навсегда. Карапетя навсегда ласково величали Маисик, отдавая должное его молодости и веселому нраву. Друзья похоронили его на армянском кладбище в Москве, где лежит много выходцев из Армении, в том числе приехавших издали заниматься опасным криминальным трудом. Всем им российская столица заменила далекую родину и стала местом упокоения. Недалеко от могилы Маисика Кироваканского, несколькими годами ранее его похорон, был воздвигнут целый пантеон в честь расстрелянного в придорожном кафе Рудика Бакинского, Аганов. Оба вора в законе были отлично знакомы. Более того, Рудик вместе со своим родным братом, Вачкасом Шестипалом и грузином Тамазом Сухумским, Пипия, приняли на себя ответственность за пополнение семьи новым членом. Случилось событие в той же Москве, в 1994 году, когда авторитетные люди собрались почтить память на годовщину смерти и еще одного выходца из Армении с вора Фа Багдасарян, очень влиятельного вора в масштабах всего Союза. Молодой лидер. Молодому Маисику Кироваканскому отводилась роль будущего перспективного лидера, которому предназначалось прийти на смену ворам из Армении старшего поколения. Среди ветеранов у Маиса была репутация человека, строго придерживающегося воровских понятий. После провала в магазине его вновь вскоре поймали, и он сел в 1984 году за кражу, попав на малолетку, где с достоинством прошел все испытания. Колонии для несовершеннолетних преступников всегда считались беспредельными заведениями, где свирепствовал культ грубой силы, землячества насажденных администрацией бесчеловечных порядков. Именно там Маис понял жизненную необходимость существования единого закона, основанного на элементарных правилах справедливости, в том ее смысле, как понимали сами заключенные. В противном случае жизнь большинства зэков быстро превращалась в кромешный ад. В 1992 году он был вторично осужден, но уже в Москве. Едва выйдя на свободу, его пригласили на сходку и дали имя. Маисик Кироваканский вообще был довольно конфликтным вором, и не признавал исключительную правильность всех поступков авторитетов. Вскоре он рассорился в пух и прах со своим крестным Рудиком Бакинским. В Москве в то время начиналось противостояние между группировками Рудика и деда Хасана, Усаян. Но с Хасаном у него также были довольно натянутые отношения. Маисик вовсю занялся чисткой рядов армянских воров. По его инициативе получили по ушам Асоли Нинаканский, Петросян, Маисик Хаарман Калужский, Джанинян, Арма Кироваканский, Мкарчан. В чисто армянскую кампанию исключенных затесался каким-то образом русский вор Леня Калужский, Индюков. Конфликтность Маисика Кироваканского послужила причиной противоположных мнений о его фигуре в воровском мире. Согласно первого он личным примером всегда, и во всем следовал понятиям жил довольно скромно, щедро отстегивал в общак, не брал в руки оружие, не занимался наркотой и уважал право чужой жизни. По мнению других все выходило наоборот, что подтверждалось многими фактами. Ровно через год после коронации он был задержан в Москве, и при нем обнаружили кокаин и чешский пистолет чешско-сброевка. Год Маису пришлось провести в Бутырке. В январе 1998 года в ресторане Калхида профилактический досмотр выявил у армянского вора 6 мл морфина. Милиция нагрянула в ресторан, получив уведомление о начавшейся там воровской сходке. Вместе с Маисом были задержаны Пыза, Барцба, Баха-Баха, Бахия, Лаша Гагринский, Джалагуа и Тенгиз Сухунский, Кочуберия. Все собеседники Маисика напрямую был связан с Абхазией. Дезинформация от спецслужб. Последний раз незадолго до смерти имя Маисика Кироваканского прозвучало в деле о наркотиках в феврале 2001 года. При нем нашли 3,7 грамма героина, но на суде доказать ничего не удалось, и вор в законе через пару месяцев был освобожден из-под стражи прямо в зале заседания и триумфально с гордо поднятой головой вышел на Московскую улицу. Милиция одно время упорно распространяла информацию, что Маис Кироваканский является организатором крупной международной сети поставки наркотиков в Россию. Трафик проходил из Южной Америки через Голландию. Якобы армянский вор вышел на самого Пабло Эскобара, главу медельинского наркокартеля. Возможно все это домыслы или обычная целенаправленная дезинформация. Достоверно известно, что у Маиса были интересы в столичном автобизнесе. Во взаимоотношениях с другими коллегами, по воровскому цеху у него также выходило не все гладко. Он враждовал с Нона, фаризян, человеком из близкого окружения Руди Кабакинского. Причиной раздора послужил подмосковный асфальтовый бизнес. В 1998 году на Нона было совершено покушение, и вор получил тяжелые ранения. Окончательно с ним разобрались в 2001 году, когда его взорвали вместе с автомобилем. В обоих случаях молва приписывала Маисику Кироваканскому организацию устранения противника. Вспышка насилия в рядах воров, произошедшая в 2001 году, унесла жизнь не только одного Нона. Сам Маис Кироваканский, его друг Юра Пласмас, Амаян, Идата Тбилисский, Кокулия, в том роковом году навсегда переехали на кладбище. Убийство Маиса. Маисика Кироваканского застрелили, поздно вечером 27 июля 2001 года, на Большой Бронной. Он вышел из бара, где проводил деловую встречу вместе со своим телохранителем. Охранник у вора был, что называется, не к черту. Помповое ружье бесполезная вещь в короткой схватке, валялась в автомобиле. Маиса ждали. Тут же к крыльцу подскочила шестерка, из которой выскочили два киллера, принявшиеся в упор расстреливать свою жертву. Телохранитель в это же время полез в салон автомобиля за оружием. У Маисика не было шансов. Пять пуль попали ему прямо в голову. Нападавшие скрылись так же быстро, как и появились. Первая версия убийства стала обычный передел сфер влияния в преступном бизнесе. Потом вспомнили, что незадолго до того июльского вечера Маисик Кироваканский был задержан, при разгоне воровской сходки в подмосковном Фрязине. Кто-то заранее уведомил правоохранителей о времени и месте ее проведения. Маис вполне мог вычислить крота, а тот опередил его, превентивно уничтожив. По другому варианту утверждалось, что этим кротом мог быть и сам Маис. Тогда убийство выглядит, как месть за предательство. Может быть причиной заказного преступления, стали отголоски уже закончившейся войны между дедом Хасаном и Рудиком Бакинским. После себя, кроме людской памяти, Маисик Кироваканский оставил четырех крестников. Они все ныне здравствуют. Интересно, что особым доверием у вора в законе пользовались стремяги по имени Константин, по искаженной транскрипции костыль. Именно поэтому в числе его крестников сразу два костыля Арутюнян и Борисов. Третий Костя Канский, Найбауэр, избежал участи получить аналогичное имя. Вообще то, костыля Арутюняна зовут Карен, что на русский лад означает того же Костю. У него оказалась довольно неудачная судьба. Сейчас он, прикованный к инвалидному креслу, проживает в Испании и уже давно завязал, отойдя от воровских дел. Маисик Кироваканский напротив вовремя не притормозил. Вор в законе Маис Карапетян был убит агентом милиции. Известный вор в законе Маис Карапетян, Маис Кироваканский, которого застрелили 27 июля 2001 года, по данным источника, мог быть убит по приказу одного из авторитетов, на которого собирал компромат. Так, незадолго до своего убийства, Маис организовал поиски человека, который сдал милиционерам сходку, организованную Кироваканским, и в итоге вышел на конкретную личность, о чем и собирался известить своих товарищей. Однако, так как перед воровским сообществом он не скрывал, что ведет поиски предателя, то об этом знали многие. А Маису необходимо было это, так как законники упрекали его в том, что он мог сам иметь интерес в сдаче воров правоохранителям. Поэтому для Кироваканского было делом честью, найти недоброжелателя и представить его воровской общественности. О том, что в скором времени Кироваканский озвучит имя, знало его ближайшее окружение, и, как предполагает источник, эти сведения ушли в третьи руки, которые были заинтересованы в неразглашении этой информации. Как бы то ни было, но бригада киллеров была подобрана заказчикам заранее, и они следовали за вором по пятам, в ожидании приказа. Днем 26 июля 2001 года был отдан приказ на ликвидацию. На следующий день киллеры были готовы, и весь день следовали за вором в законе. Уже поздно вечером Маис в сопровождении телохранителя проследовал к одному из ресторанов. Убийцы решили действовать под покровом ночи, и дожидались, когда жертва выйдет на улицу. Вор в законе вышел из заведения, когда уже было темно, и направился к своему автомобилю марки BMW. В этот момент к нему и подбежал один из киллеров, практически в упор открыв огонь из пистолета ТТ. Маиск Карапетян получил смертельное ранение, и рухнул на асфальт. Киллер склонился над ним, чтобы добить, но в этот момент охранник Карапетяна бросился в машину за оружием. Но когда он вернулся, преступник успел добить жертву, контрольным выстрелом и скрылся. Некоторые свидетели говорили потом, что видели, как из соседнего двора отъехала какая-то иномарка, но было это простым совпадением или на ней уехал киллер, так и не было установлено. Между тем источник, знакомый с ситуацией, предполагает, что исполнители преступления были также ликвидированы в тот же вечер, однако их трупы так и не были обнаружены.